В открытых СМС наибольшее количество инцидентов случается. Собственно, реактор – это не СМС, это открытый проект, посвященный постсозданию операционной системы, совместимой с операционной системой компании Microsoft. Проект масштабный, агромиозный, и задача обеспечения безопасности этого проекта, результирующего хода, результирующего продукта, она очень лучшая. И, собственно, вот об этом нам расскажет. Большое спасибо за такое хорошее представление. Я, действительно, уже более 10 лет занимаюсь этим проектом и почти все время возглавляю работу под этим проектом. И этот доклад я сделал с авторством с нашим ведущим системным администратором, с францем, его желательно. Он старался обобщить вместе с собой весь опыт, который мы, те проблемы, с которыми мы столкнулись. Потому что, на самом деле, когда мы говорим о открытых проектах, мы всегда говорим, что вот проект открытый, код открытый, значит, он открытый. Название, скажите, пожалуйста, еще раз, простите. Название презентации. IT Security, ну, просто что-то типа там. О, отлично. Ну, вообще, как бы начало с меня, да, я там, в принципе, занимаюсь еще, ну, со мной спор, свобода программозвращения. Я с 2000 года, примерно, не так работаю. Ну, помимо этого, я еще занимаюсь различными делами, то есть, поэтому мне удалось собрать такой общий опыт, да, кстати, мы говорим о этой вещи, только на ее плаванности. То есть, ну, такая работа за сторонами. Он все-таки более интересен по открытому проекту. Значит, что же он там, как я начал вам говорить, да? Казалось бы, вот открытый. Любой человек может посмотреть, убедиться, что в нем нет тех самых, так что сейчас можно говорить о Аландах. Да, все. Казалось бы. Но в 2014 год, что он там показал? У нас нашлись столько критических уязвимостей в 2014 году в открытых проектах. Например, в проекте ОМССО. Знаменитый Баг Харпли, тот же Филипп, да? Это критические уязвимости, которые затронули, ну, как минимум, наверное, миллионы сотрудников всего мира. А то же самое, тот или та проблема, так называемая шоу-шоу, которая в Гаману, так, в рейтарной бэшке, она тоже затронули в блоке. Тоже так получилось, что... Вот я, конечно, тоже активно установил по свободному программному запрещению, но нужно сказать, что же это работало не так. Значит, в сути своего открытого проекта о безопасности надо заботиться точно так же, если не больше, как и в закрытом, в любом решении. Значит, в общем, я выделил таких три больших блока, да? Это безопасность, то есть надежность, исходного пола. Так, это source code и опасность. Второй – это безопасность самой инфраструктуры. И третий – безопасность самого проекта. Сейчас я вам построю что-то такое. Вот, значит, опытный СССР – это открытый для тех, которые реализуют необходимые функционалы, для работы СССР, вот те, у вас, вот такого. Очень хороший использованный проект, но у него нет, конечно, и поддержки, у него полностью отсутствует аудит ООН. На самом деле, мы используем, как я уже сказал, миллионы людей и дополнительно всего мира. А разрабатывают его в полное рабочее недвижение только два человека. Поэтому, как случается? Возьмем бэш, да? Командный процессор обложки. Очень широко используемый проект. У него тоже самое. Нет коммерческих поддержки, а в том, что у них нет кода. Все его используют. То есть в каждом дистрибутиве Linux используется бэш. Но у него Моинтрейнер, тот человек, который его поддерживает, только один. Значит, что же делать, если есть такая проблема, да? Значит, по нашему поводу, то есть скажем, что бы мы могли на эту тему предложить. Значит, по-первых, есть компании, которые предлагают аудит исходного рода. То есть лучше, если он будет независим. Таким образом, можно найти какие-то проблемы, которые мы сами не рассмотрели. Второе. Перевью. То есть установительное лицензирование всех вносимых изменений. Если бы это было в проекте OpenSSL, то ошибку Харкули можно было обнаружить относительно легко. Кстати говоря, еще такая деталь, которая очень интересная. Вот этот коммит, который был произведен, который вносил эту ошибку, он был произведен 31 декабря. Около 12 часов ночи по какой-то там адаптёре. То есть тогда, когда было, ну и меньше, наверное, из-за того, что кто-то вообще увидит этот коммит и посмотрит. Ну, это как бы так называемая теория заговора. Тут уже, возможно, просто случайно человек вошел во вкус и решил поработать на новогодний дождь. Ну, как бы, пол у меня разрешения, это не прогонит. Вторая практика, которая еще очень часто применяется в таких случаях, но она не очень широкий тестов. Это так называемый негатив тестов. Негативный тестирование, если надо пару тестов. Значит, обычно что мы делаем? Тестируем продукт свой на обнаружение регрессии. То есть если что-то перестало работать. Но это не позволило бы найти, кто-то сам, как там, он еще не перестал работать. А нужно тестировать с совершенно полностью некорректными значениями, неправильными значениями. Придете смотреть, как программа в этих случаях отрабатывает. Тогда, опять-таки, если бы эта технология здесь предупременялась, то можно было бы обнаружить такие проблемы, еще в шоке и в большом количестве. Да, есть целый ряд инструментов статического анализа блока. То есть, де-факто, лидером является Каберете, есть еще и продукт российской разработки, которые являются судьи достаточно известны. Мы их тоже все равно не используем, но они позволят нам найти очень новых, качественных, таких серьезных ошибок, которые вам любят привести к изменению. Их, опять-таки, очень рекомендую, вы разработчики. И еще есть такая штука, называется Faze. Это полноавтоматическое тестирование, опять-таки, которое направлено на то, чтобы сдавать в программах какие-то некорректные разрешения и смотреть, как оно там будет. Опять-таки, мы все равно обнаружим вот эти вот самые эти филитические уязвимости, которые мы видели в 2014 году. Или, возьмем, например, Apple-скую проблему, которая так называлась в Google Play. Она вообще, на самом деле, прошла не так. А программист, который работал, он просто пользовался функцией скопировать вставить, corporate-past и не посмотрел. Потому что вот исходя из нашей практики в нашем проекте ошибку корме-past, мы наш герман не определились, вы знаете, корме-past, как по-итальнерски, но. То есть, каждый раз, когда мы нажимаем в общем флотово-силу, надо убить, надо озаботиться и тем, что наверняка будет сложить. Ну и опции компеллятора, компеллятор. Вот одну ошибку, которая была здесь, компеллятор один не подтверждал. Но разработчики решили проект проектов. Потому что, а-а-а, че так? Смотрите. Вот, а это, в целом, уязвимость по проекту. На самом деле, оно не значит, что проект проваленной уязвимости есть у всех. Это видео ошибается. Разработчики могут просчитать всех, по которым я думаю. Поэтому есть, а-а-а, есть инструктор, есть талоны, но видно, что не нравится, что общий шаг на лошади. Ну и есть, а-а-а, достаточно такая, полная статья, я думаю, с того, чтобы рассказывать там, для интересующих можно на сайте почитать, как у нас пример того, как мы на одном, как в этом случае, предотвратили внесение уязвимости в наш исходный момент. Ну, это как бы не злогометно, это, а-а, человек хотел из-за многих побуждения сделать уязвимость, вот, и, а там заметили, значит, ее время, так что надо будет все это сделать. Далее. А, безопасность венской структуре. Weaver 2. Значит, проект свободный, исходный код открыт. Но не стоит инновировать все другая то, на чем этот проект работает. То есть хвостик, а, как правило, в более-менее открытых проектах хранятся некорючок для записи пользователей. И все те же самые принципы применяют, которые нужны в случае того, когда, если вы работали на настоящих компаниях, то, что политики безопасности, и системы не дружат в летающих системах, IPS-пределенческих системах, обновляют операционную систему программного включения, также фарфорды, проводили аудиобезопасности, вот так уже, сейчас, то есть все это в открытых проект абсолютно не так ждет, потому что там есть кто, что представляет интерес для злоумышления. А надежда всегда имеет огромные последствия, то есть немало компаний, открытых, то есть, рано или поздно забывать помощь всех, важно предотвратить где-то, как тоже возможно, и выйти в курсе. Вариакция на исключение, то есть, мы в Меркуне все наши инциденты нужно почитать, посмотреть, что у нас там происходило, и кто у нас с кем будет. Ну и безопасность самого проекта, надежное сохранение данных, то есть, не поверите, для него очень много и открытых, и закрытых, не делают ВК вообще. То есть, только сейчас эти ситуации начали улучшаться. И потом, даже если мы размещаем код в облачном, равневочном, например, Google код, то есть, уже предоставляли просто, а он к этому грамоту перепрасывает, Google код закрывается, нужно самим переносить свои сложные коды, и все остальное куда-то. То есть, это не надо цель, чтобы воспользоваться в сфере от труднейшей компании, и не будем иметь никаких проблем. Открываем всегда как продышка. Ну и, тем не менее, там открытый код имени качественную силу, он должен больше дублироваться, чтобы благодаря своей реоцензии по множественным факторам все будет. Ну, конечно, исключения бывают, только не разнообразные цены. Спасибо за внимание, надеюсь, вам будет интересно. коллеги, у нас время для единственного вопроса. У кого есть лучший вопрос? Спасибо. Практический вопрос, интересный доклад. то, что вы рассказывали из него, ну, по крайней мере приводили, это большие облосорсные проекты, которые широко используются. Ну, есть также много, не очень больших облосорсных проектов, которые широко используются. коротко скажу случайно. Я бы смотрел на манель управления сервера, такой типичный. Используются порядка 100 тысяч инсталляций, которые, в общем, довольно-таки известны, но не первые работы. Ну, жуткие, просто жуткие. Просто через лет, вдруг, вдруг, так сказать, сервер. А проект существует пять лет, он в инсорсной на битхате лежит, несколько десяток протибилдеров и кто-то, как бы, издельки не пропускает. Есть ли это что-то, что вы можете сделать вот такой у вас проект изучать? Спасибо. Я понял. Кстати, в дополнение к вашему, я тоже был шокирован, когда CMS, допустим, группал, в прошлом году, в ней нашли банальный сигнал инжекция, с которым уже был назад. Вот. Поэтому, ну, понимаете, как бы, то есть, такое случается. В группале просто много разработчиков было, и в конце концов кто-то заметил. Но заметил, когда уже начали слабость, то есть, организовывали, то есть, Конкретно, как вы говорите, в этом случае, да? Ну, что-то говоря, вот потому я решил эту тему понять здесь, да, я не решил там, как вы говорите, а вон там, а вы там, то есть, владелец, то есть, то есть, надо следить. Даже есть ваш проект, и не больше. Это не значит, что у вас нечего слова, как раз. Проблемы-то есть. Тогда попробую ваше склад приватить призы. Все, кто в целом интересуется листом принимать функционной безопасности, он просто раз в неделю заходить на Генгстар, пойти на новый проект, посмотреть на него, находить какие-то инциденты, мы их не скрываем, а мы пишем у себя подробный отчет, за что мы другие могли учить. Вот какая-то интересация вот этого всего. Я думаю, правильно. А так, вы заходите, спасибо. Я хотел бы поблагодарить Алексея, на самом деле в презентации была целая серия рецептов для паркетов и вновь обращенных, так сказать, приказал на Центре по 3-го года это система статистического анализа, динамического анализа, фазеры, это проекты по аудиту уже существующие, проекты по аудиту различные библиотеки, в том числе, насколько я понимаю, сейчас есть проект по аудиту ввода проекта ухода на СССР. Присоединяйтесь, делайте контрибуции, развивайте. Спасибо Алексею.